Всех приветствую на канале Мир Евгения, друзья, подписчики, гости канала. Мы сейчас находимся в хуторе Старая Станица, недалеко от Каменско-Шахтинского, это Ростовская область. Будем с вами сегодня кататься немножко на велосипеде. Сейчас я нахожусь возле фабрики Престиж на трассе. Фабрика лакокрасочная, напротив вон строительный магазин Богатырь. А сейчас я закреплю камеру, и мы с вами заедем на Престиж. Гляньте, на въезде, какой красивый у них здесь фонтанчик, гляньте, какой классный. Сейчас у нас прошли дождик, и поэтому сильной жары нет. Вот видите, лакокрасочный холдинг Престиж. Аллея такая красивая здесь. Катальпы, я так понимаю, с большими листьями. Подстриженный заборчик. Ветерок, правда, друзья, сегодня у нас. Будет шуметь. Микрофон у меня так и не подключается, видимо, все уже. Я хотел приехать здесь посмотреть, где-то фирменный магазин находится с краской. Но я вот уже спросил, мне нужно на моем велосипед покрасить вилку. Мне нужен бронзовый цвет, но бронзовый не совсем подходит, который продается. А больше подходит старая медь. Вот у Престижа есть аэрозоль. Но она не везде есть. Через озон пытался заказать, но что-то очень долго отправляют. Так, здесь, наверное, тупик. Наверное, магазин с другой стороны. Но сейчас проедемся, посмотрим. Здесь березки пошли, поля. Вот здесь какие-то у них помещения пошли. Видите, тоже чистенько, ухоженно. Много здесь людей работает. Вот, видите, кстати, делается для парколога, видимо, что-то. Да, давно еще не снимал, друзья. У меня после приезда из Луганска вылетело штук шесть спиц. И пришлось их менять. Сейчас спросим, где здесь магазин. Добрый день. А магазин где находится? Фирменный, Престижевский. Там где-то на проходной? Ну, а вообще, где он находится? Да, хочу поехать посмотреть, да, сфотографировать график. А то краску еще не могу найти, только уйдеть. Нет, я так же в Москве работаю. Понятно, спасибо. Короче, там. Я понял. Все, возвращаемся. Да, магазин с другой стороны, друзья, едем. Вежливый охранник подсказал нам. Но сегодня, говорит, не работает. Я говорю, да я в курсе. Мне уже сказали, я говорю, ну, хочу хотя бы съездить, посмотреть, где он находится. Престиж делает лак, краску различную. Мы даже на заводе у них что-то покупаем. Они могут, в принципе, и по спецзаказу что-то мешать, так сказать. Другой говоря, вы покупаете какую-нибудь импортную краску, а ее, допустим, сейчас не возят. Вы им баночку предоставляете, они делают там какие-то анализы, еще что-то. И предлагают вам замену. У нас даже такое было. Здесь тоже, типа, парка у них на территории. Ну, вовнутрь мы сейчас, наверное, не попадем. Оно закрыто. Сейчас я сниму камеру. Ух ты, у них здесь, гляньте, теннисный корт идет. Здесь дальше тоже у них, вон, видите, парк идет. Там тоже какие-то скульптуры. Везде цветы, газон, все подстрижено, красиво, эстетично. Молодцы, конечно. Столько труда и сил. Плюс трудоустройство для местных граждан. Вот бы, конечно, на саму фабрику когда-нибудь попасть. Там видео поснимать. Ух, ветерок сегодня, друзья. А здесь тополя по левую сторону. Но тополя, видимо, старые. Интересно, что здесь раньше было. Так, а где ж магазин находится. Наверное, там где-то направо. Вот тоже что-то, престиж какое-то здание. Я не знаю. Сейчас спросим у охраны. Добрый день. А где фирменный магазин находится, подскажете? Магазин находится, мы еще не выходим. Не, я понял, а где вообще? Вот тут. А я сфоткаю хоть табличку, а то хочу краску купить, доехать не могу. В интернете есть, а в магазинах таких нет. Так, вот тут где-то магазин находится. А, вон, вывеска. Магазин. Сейчас пойдем посмотрим, гаражик работает. Так. Я понял. Ага. С 8 до 5. И с 12 до часа. Ну да. Конечно, как сюда в обед только разрешу съездить. Понятно. А магазин работает, конечно, неудобно. Те часы, когда работаю и сам я. Видите, здесь тоже вокруг красивая территория. Фонтанчик тоже. Да. Так что, надо будет как-то... Или всегда придется все-таки через интернет заказывать. Сейчас еще в городе по магазинам поспрашиваю. Цвет нужен старая медь. О! Ну, вообще там заявлен бронза. У стелса цвет. Но он не совсем бронза. Он более такой. Я через сканирование цвета в программе он мне там выдал. Ну, без серебра вот этого блестящего, которое там, так сказать, присутствует. Металлик или как его сказать. Он мне выдал как-то там темный каштан или что-то такое. Ну, короче, красно-коричневый, по сути, цвет там такой. Только с вкраплением, так сказать. И простая бронза не подходит. Она более желтоватая. А этот, получается, надо такой цвет. Ну, вот у них старая медь есть. Она поближе по цвету. У других производителей смотрел старая медь. Она другой цвет имеет. Так, ну, а мы сейчас будем ехать в город. Видите, здесь есть станицу. Видите, символ станицы. И казак с казачкой. Ну, ветер, конечно, очень сильный сегодня. Наверное, задувает просто песец. Я не знаю, что там слышно. Ну, надеюсь, что-то слышно. Да, кстати, камера все-таки, короче говоря, возврат денег или замена. Ну, там менять не на что. Ладно, поговорим об этом городе. Старая станица на ладони. Вон мост, кстати, с левой стороны Каменск. Вон парк Лога виднеется красивой, сборки. Да, но дорога здесь, конечно, так себе. Подъезжаем к понтону. Посмотрим сейчас стоимость. Казачья перепрала. Так, 50 рублей, 70 рублей и 80 рублей. Ну, это в зависимости от тоннажа. Мопед, мотоцикл, квадроцикл 50. Автомобиль массы более полторы тонны 70 рублей. Автомобиль свыше полторы тонны. До трех с половиной тонн 80. Ну, бесплатно, кроме всякого транспорта, экстренной помощи. Ну, а мы пойдем на халяву. По тропочке. Вот, видите, проход запрещен. Вот здесь все велосипедисты гоняют. Ну, а пешие ходят. До станицы-то, я не знаю, километра два, наверное, от Каменска по прямой. Кто-то машину здесь оставляет, переходит. Если, ну, куда-то здесь недалеко надо. Ух, воды как много. Сейчас остановимся. Ну, дожди идут, друзья. Дожди идут. Капитальные. Вот, друзья, собственно, здесь вот проход для лодок снизу. У нас мостик такой дополнительный. А здесь идет, получается, насыпь. Ну, чтоб подтон. Потому что Донец-то широкий. А подтон-то не такой длинный. И здесь, вот видите, такая заводь. Получается, воды много. Вон, уточка плавает. Еще одна, это маленький утенок. Ну, и пошел, друзья, пошла набережная. Сам Каменск пошел. И он, Северский Донец. Вдалеке он городской пляж. Мост Едницын. Ну, на пляжу даже кто-то есть. Небо, друзья. Облачка небольшие. Солнышко светит высоко. Ну, видимо, ветер опять какой-то холодный. Поэтому нет такой сильной жары. Но солнышко, конечно, пригревает. Но, видите, все равно машины какие-то ездят. Даже с учетом стоимости. Ну, сейчас будем объезжать уже по самому понтону. Воды много, видите. Понтон практически в голове. Да, воды хорошо так прям. Друзья, еще чуть-чуть и наверх пойдет. Ну, сколько? С метра, не более метра высоты и вода пойдет уже на набережную. Посмотрим. Ну, у нас дождей не было на Цаводском. Здесь вроде в Каменске был даже вчера дождь. Так, мы будем заезжать в горочку. Посмотрим, тут сейчас парк ремонтируют. Ну, да, его так и ремонтируют. Я не знаю, уже сколько раз тут можно его ремонтировать. Он и так более-менее нормальный был. Ну, что-то решили опять ремонтировать. Хотя здесь есть парк Горького, парк Победы. Тут много еще других парков, которые можно было отремонтировать. Ну, на Заводском вы видели у нас наконец-то. Начали ремонтировать. В горку заезжать повеселее, но все равно, друзья, педалями помогаю. Потому что горка здесь крутая. Видите, утро. Сейчас только еще десяти часов нету. в воскресенье, все спят. Едем по улице Щаденко. Вот здесь уже между домов и деревьев ветерок вроде не такой сильный. Ну, порывами. Ну, из-за того, что погода постоянно меняется, перепады давления, температуры, вот это ветер и идет. стихает только ночью. Так, сейчас будем поворачивать на улицу Башкевича. Сейчас восстановлюсь немножко. Вон, гляньте, какой красивый храм за спиной остается. И облака, гляньте, над куполами, как красиво идут. Он, кстати, автобус, видите, нас догнал, который в станице ехал, мы видели. Ну, а мы едем прямо тут пожарка, МЧС. Здесь, видите, уже ближе к рынку машин побольше. Так, вот мы и приехали, друзья, торговый комплекс. Сейчас будем на ту сторону перебираться. Здесь ДНС на втором этаже, а на первом магнит и фикс прайс. покидаем ДНС. Вернули нам 1999 рублей. Ну, 20 тысяч, короче говоря, мгновенно пришло на карту. Так что проблем нету. Чуть позже будем заказывать другую камеру. Пока будем снимать на эту. Вот стоит мой конь, кстати, друзья. Сейчас вам покажу подседельничек новый. Видите, назад поставил я седло, которое в Луганске брал хорошее, но оно без пружинок, поэтому я на нем не ездил. А вот новый подседельник, ну, видите, он сейчас закрытый. Сейчас вот уберу. Видите, вот такая система, вот тут вот идет пружина, она снизу гайкой затягивается внутренней, ну, сильнее и слабее делается. А здесь, получается, вот такие вот кулачки. Видите, ездит один сверху, один снизу. Ну, и у них он, ролики такие, и она, получается, вот так вот вниз ходит, вот так вот. И, короче говоря, ударов практически нету. Подседельник довольно-таки длинный, ну, подойдет практически на каждый велосипед. Видите, назад уже я на новую вилку поставил крепление для сумок, пока, правда, их не крепил еще. Вот. И поставил новые спицы, заказывал через Авито. Кому интересно, если будет искать спицы, пишите. Скину вам продавца, пришли за 34 дня и пейте. Я их дополнительно обмотал рыбацким шнуром, потом залил эпоксидкой и потом сверху покрасил. Ну, спицы, вот под этот мотор, под этот обод, обод получается 530 внутренний, где-то, стелсовский, недорогой. Спицы, получается, 200-е. Пошли на этот мотор. Вот тут диаметр у него 143. Ну, вот, остальное, друзья, все по-старому. Ну, что, будем выдвигаться, друзья, искать краску. Ну, еще покатаемся немножко. Дорогие мои, вернулись мы назад к рынку. По магазинам походил, нигде ничего нету того, что мне надо. Сейчас будем на рынок двигаться. тут смотреть. По пути попадались абрикоски, даже где-то есть. Не везде пропали, может, или обработали чем-то, или как-то больше повезло. Возле рынка, видите, много машин, много людей. Ну, уже сколько у нас? Уже почти 11, поэтому народ уже проснулся. здесь вот ярмарка у нас. Сейчас, наверное, будем спешиваться. Дальше пойдем своим пешком. кукурузу продают. Арбузы по 30 рублей килограмм, помидоры по 100. Огурцы 60, но крупноватые. Дыньки. Ну, много людей тяжело, конечно, проходить на велосипеде. гляньте, какой поток. Людей много. Все рванули на рынок. Ну, сейчас пройдемся, посмотрим. Краска там где-то справа в магазинах должна быть. Сколько у нас? Пошла в одну мешок и приоритет. кепки, купальники, плавки, туники, панамы, шляпы. Усамый сезон, да. Еще может в август сейчас прижарит или сентябрь. поможем? Да. Вы и что это? так здесь пока не пройдешься с будем направо поворачивать вот здесь вы видите мотоблоки мопеды всякие другие штуки приветствую большой выбор велосипедов запчасти мопедик а вот здесь из краска зайдем спросим идем дальше гуляем по рынку нашел только старую медь но другого производителя что-то как-то мне он другой цвет но хотя не знаю подумаю может куплю то что найти не могу престижа вот самое интересное друзья престиж в городе а так престиж нигде не купишь краску что-то ее никто не торгует торгует какой-то куду я брал медную но она что-то не такая я уже говорил как каламки вот здесь людей уже много есть уже продукты пошли значит будем сейчас выбираться отсюда но что и и и и очень-очень-очень много-много-много людей но рынок здесь небольшой конечно по сравнению с луганском все-таки абрикоски он продает огурцы маленькие более-менее нормальный по 80 рублей здесь пошире а то не пройти не проехать приехали мы в светофор много людей на кассе сейчас пойдем посмотрим хочу купить здесь не понравилось икра кабачковая баклажанная ну цены конечно здесь друзья приятная мама горит жалко что он маленький ну так конечно как большой склад нужно надеюсь что это видно освещение здесь не очень яркая но я думаю что что-то видно в начале бытовая химия идет очистительные всякие средства шампунь он в 5 литров как хоргексидин фото наследствия коронавируса у пластиковые всякие штуки сидушки корзинки ну вот в районе каменска их три штуки светофора ну товар практически одинаковые у них по размеру плюс-минус они отличаются от термоса сковородочки кастрюльки похода бедно даже уже эти сварочные маски по 700 рублей правда не знаю какого качества корм для животных в большом количестве у них здесь у них колбаса рыба большие кондиционеры стоят холодно здесь шумят здесь бывает и свежее мясо ветчина балтийская первый сорт 212 рублей давайте возьмем попробуем я сейчас как раз на диете курочки всякие колбаска сырки а вот видите мороженая рыбка скумбрия мороженое 189 гуско индейки филе куриное 327 ну дороговато филе дороговато майонез так же вот йогурт и сыры сыры есть смж есть бсмж надо смотреть так идем дальше идем дальше томатная паста иранская мама страдала она говорит хочу томатную пасту иранскую ее нету возьмем ей баночку для борща так что тут макарошки дальше консервация идет ну что-то я не вижу здесь больших банок фюре фруктовое с сахаром кстати вот грибочки гляньте фасоль всякая вот внизу цены консервация здесь наверно самая дешевая а вот друзья вот это мне понравилось икра из кабачков 75 рублей 750 грамм за такие деньги в магазине будет объем гораздо меньше крупа гречневая 37 рублей в общем классный магазин о курагу мама еще хотела курага 300 рублей килограмм давайте возьмем и побалуем за камеру нам деньги вернули так что гулять так гулять да хороший магазин друзья всем советую разная цена разное качество разные товары но здесь какие печеньки пошли вот это печенье вкусная очень 69 рублей по моему крекеры с отрубями я мог с удовольствием диетически так а здесь вот хостовары всякие пошли светильник интересно почем они ну давайте возьмем на балкон повесим или в кладовку я в кладовку не пойдет он от солнечного света заряжается цветодиодные ленты гляньте с пультом управления 352 рубля наушники кстати смотрю есть часть товара как пикс прайси здесь газовые горелки походные краска даже какая-то ходу бедно стулья это лампочки какие-то интересные светодиодные ухты гляньте какая прикольная взять куда-то такую тупо куда ее вкрутить 25 ватт мощная ну давайте возьмем куда-нибудь ее прикрутим так удлинители обычные лампочки фонарик он такой вот с этим зарядкой хомуты есть здесь перфоратор даже есть газов полочки всякие ну друзья здесь конечно хорина киней всякой зайдешь купишь то что надо и что не надо так что здесь водичка по какого и все такое так что это такое у нас ножницы садовые кли нам не надо это что такое о ринамора уголь активированный витамины перчатки виниловые очень много всего здесь интересного заклада друзья сейчас будем выдвигаться на выход набрал я вам полную корзинку здесь херни всякой раннее утро четверг будний рабочий отпуск закончился мне нужна краска и как не доделаю мамин велосипед нужно вилку покрасить поэтому выдвигаемся в хутор старую станицу фирменный магазин престижа вроде там подобрал краску но вернее по интернету подобрал но не найду где ее купить пытался на зоне заказать но какой-то нехороший продавец не отправляет вот мы уже внутри вокруг красота сейчас вам покажу вот сам магазин дальше проходная еще 20 минут до открытия вокруг красота это какая елочки деревья разные подстриженная и тут вот классный такой фонтанчик бежит с культурой девушка с кувшинами водичка чистая чистая кстати утро друзья еще пока такое прохладненько где-то 26 градусов что ли поехал на велосипеде в тенички прям прохладненько мете какая красота здесь вон и люди потихоньку на работу идут все пострижено убрано как и в парке лога будем ждать открытие надеюсь краска в них есть наличие совершили мы подвиг купили мы краску красивая девушка в магазине продала нам чудесная вот такую вот красочку посмотрели еще эти настоящий блеск декоративная эти цвет старая медь называется но здесь образец чуть чуть светлее она где-то чуть темнее но будем пробовать кстати здесь краска друзья стоит всего лишь 221 рубль а в интернете она везде 300 350 рублей так что кто будет здесь мимо кому надо заезжайте прямо на фирменный магазин здесь все будет гораздо дешевле так дорогие мои я буду выдвигаться на работу но вам всем крепкого здоровья до новых встреч друзья пока пока